Владимир Путин считает себя президентом России. На организованных им выборах он набрал свыше 87% голосов. Правда, конкурентов не было. Настолько не было, что уже на следующий день после закрытия участков все три, ну скажем так, соседа по избирательному бюллетеню пришли к Путину, чтобы выразить ему восхищение. Это сделал и Даванков, и Харитонов, и Слуцкий. И еще раз, то, что вы сейчас услышите, это речь человека, который вообще-то Путину должен был оппонировать. А имеет значение то, что мы сегодня подтвердили высокий авторитет лидера нации. Но такое шоу с доминированием и подчинением, оно не очень впечатлило мировое сообщество. Некоторые страны пошли на неслыханный демарш. Они не признали выборы в России, фактически объявив Путина нелегитимным президентом. В первом ряду Германия представитель кабинета министров ФРГ Кристиана Хоффман так и заявила. Результат был заранее ясен. Это были не демократические выборы, царила атмосфера запугивания. В России нет свободы слова. Россия сейчас является диктатурой и находится под авторитарным правлением Владимира Путина. Более того, МИД Германии сообщил, что теперь Путина не будут называть ни президентом, ни правителем никак. То есть просто имя и фамилия, без уточнения. Такая же позиция у канцлера Германии. Равнодушно Россию такие заявления не оставили. У Владимира Соловьева, как известно, например, то, что на языке, то на уме у МИДа и официальных лиц, вот Владимир Соловьев начал нецензурно брониться прямо в эфире. Хорошо, они решили для себя в Германии, что они будут обращаться к нашему президенту просто по фамилии Путин. Ну и что? А я просто Шольца называю пи***цом. Это что, что-то меняет? Для меня Шольц ничтожный нацистский пи***ц. Но вернемся к реакции адекватных людей. В заявлении Верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля не говорится о непризнании выборов в целом, но указывается, что помимо репрессий и ограничений политической конкуренции, еще и Москва не пригласила наблюдателей от ОБСЕ в нарушение ее же Москвы обязательств. Потому что, как ни странно, они все еще есть. О голосовании на оккупированных территориях Украины тоже говорится. И сказано так, Европейский Союз не признает и никогда не признает ни проведения этих так называемых выборов на территории Украины, ни их результаты. Они не имеют юридической силы и не могут иметь никаких правовых последствий. В канале Российского МИДа сегодня в ответ на это появился очередной грубый ответ. Не кажется ли Брюсселе, что ему пора вплотную заняться тем, что происходит в самом Евросоюзе? Уверены, что другим государствам будет небезынтересно узнать и понять, куда сегодня движется Европейское интеграционное объединение. Переводя на русский, сами такие. То, что вы видели, это пост, который был репостнут российским МИДом в Телеграме. То есть реально официально такое получается заявление. То есть критиковали российские псевдовыборы, официальные лица Литвы и Эстонии. Из беззакония не может возникнуть закон и по принуждению угнетению фальсификации не может возникнуть уважаемая в международном пространстве легитимность. Поэтому мы не считаем и не называем эту фальсифицированную и имитационную процедуру выборами, потому что она, к сожалению, больше похожа на трагический фарс. Это заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергеса. И это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными. Это заявил эстонский МИД. Итог тому, что было 17 марта, подвела в своем ролике Юлия Навальная. Путин не наш президент, мы его не выбирали. Так говорится в ее сегодняшнем видео, обязательно его посмотрите. Ну, вообще, что же такое пресловутая легитимность, насколько она у Путина есть, и что означают эти демарши европейских и не только европейских стран, об этом поговорим с политологом Федором Кашниником. Он у нас уже на связи. Федор, здравствуй. Добрый день. Есть ли вообще понимание, что такое эта самая легитимность, и насколько Путин ей обладает, или насколько он ей не обладает, или что он ее? Я бы не стал особо сильно надеяться на магию этого слова, потому что Путин создал автономную систему правовую внутри России, выстроенную под себя, и в рамках этой системы он, конечно, будет абсолютно легитимным, потому что и Конституционный суд, и парламент, и все оппоненты, и Центральный здравоохранительский комитет, все его признали легитимным, и, собственно, что с этим поделаешь? И что ты мне сделаешь, я из другого города? Поэтому он себя надежно отгородил от мнения мирового сообщества, а мировое сообщество при всей своей замечательной реакции, которая мне очень нравится, они опоздали лет на пять. Вот все это должно было произойти еще в 18-м году, и, может быть, не было бы ни войны, ни беды, потому что ничего нового по сравнению с 18-м годом, откровенно говоря, не произошло. В 18-м году тоже голосовал оккупированный Крым, в 18-м году тоже не допустили никаких оппонентов, в 18-м году тоже фальсифицировали, однако тогда это не привело никакой легитимизации Путина, и он, в общем, вполне себе остался на плову. А сейчас он уже перешел все, так сказать, разумные грани, и сделал это не на выборах, он сделал это, начав войну. И, опять же, в условиях войны вполне очевидно, что это уже какая-то военно-полевая легитимность, которая основана только на силе, на том, что он возглавляет воюющую армию и весь репрессивный аппарат. Собственно, вот это и есть его легитимность сейчас. Вот, собственно, что происходит. Поэтому все эти очень правильные и верные заявления западных ветеров, они действительно полезны нам, тем, кто продолжает сопротивление здесь, по эту сторону границы. Оно, наверное, может и должно вдохновить людей внутри России, которые не согласны с путинской диктатурой, чтобы они почувствовали себя частью цивилизованного свободного мира, это тоже очень важно для людей. Но рассчитывать, что это каким-то образом приведет к практическим последствиям, я бы не стал, к сожалению. Ну, вот понятно, что он огражден, конечно, кольцом своих, тех, кто заглядывает ему в рот, и своих этих сторонников и сподвижников. Но есть ли те места, где ему способны указать на то, что он нелегитимный, есть ли какие-то пересечения с представителями других стран, где ему скажут, там, Путин, мы тебя не признаем, способен ли он вообще встретиться, на твой взгляд, с такой реальностью? Нет, я думаю, что он надежно себя изолировал в такой реальности, как пока Навальный был жив, он себя, например, совершенно изолировал от реальности, в которой живет Навальный. В мире Путина Навального не существовало, пока он его не убил. Только убитый Навальный появился, значит, в мире Путина, как случайно умерший в тюрьме человек. Так, собственно, и здесь. Он не поедет ни в одну страну и ни в одну организацию, где ему могут этим ткнуть в лицо. Он и сейчас уже особо туда не ездит. А те персонажи, с которыми он встречается, а форматы или с которыми он общается, Лугашенко, Кимчан Ина или там председатель ИСИ, они, честно сказать, ну или там какой-то сирийского президента, они и сами, честно сказать, страдают от не очень полноценной легитимности. Или взять, например, лидера Венесуэла Мадуро, который тоже, так сказать, его в свое время не признавали и признавали альтернативного президента. Ничего, он посидит в Венесуэле и шлет Путину, так сказать, поздравительные телеграммы. У них, у диктаторов свой собственный мир, в котором им комфортно. К сожалению, он не один такой в этом мире. Есть еще и другие. Они друг друга признают, поддерживают, одобряют, решают друг другу. Не только телеграммы, но, к сожалению, еще и финансовый, и военный. А вот объясни еще такую вещь. Мне кажется, наиболее грубо на все происходящее в России отреагировала Германия. Сказали, что мы не будем называть его ни президентом, ни правителем. Не означает ли это разрыв дипломатических отношений и полное прекращение каких-то отношений России с Германией? Какое-то ухудшение? Или, опять же, хуже уже быть не может? Хуже может быть. Может быть, хуже разрыв отношений, высылка дипломатов полностью, закрытие посольств. Но я не думаю, что это может быть по инициативе Германии. То есть, по сути, тут лучше обратиться к Алексею Юсупову или каким-то другим немецким специалистам по юриспруденции, потому что здесь тоже не все так, к сожалению, однозначно. Потому что из тех разъяснений, которые я читал, не следует, что это разрыв отношений. Ну вот просто они будут его так вот называть, избегать употребления названия официальных терминов, но при этом де-факто же он остается руководителем России, к сожалению. Поэтому как де-факто руководителя не его признавать. Есть же, собственно, пример с Лукашенко, которого де-факто президентом Республики Беларусь там не признают по итогам выборов 2020 года. А то, что он руководит, Лукаш Беларусь, к сожалению, руководит. Поэтому никакие отношения на уровне, назовем это, руководства Беларуси и окружающего мира, они все равно же существуют, хоть и очень пунктирные. Вот к этому состоянию мы и движемся с Германией, а может быть, не только с Германией. Последнее, что я тебя спрошу. Есть ли те, кто тебя разочаровал в плане реакции на путинское переизбрание? Кто-то от кого-то не ожидал вот такого. Понятное дело, что какой-нибудь Ильхам Алиев не мог пройти мимо того, чтобы не поздравить Путина в числе первых. Немцы не могли это все признать. Но были ли те, кто тебя удивил с положительной точки зрения и с отрицательной? Ну, я, честно сказать, не следил, кто там его поздравлял или не поздравлял. Если у тебя есть какие-то конкретные имена, то ты мне скажи. Потому что я не читал список тех, кто его поздравил. Просто не могу не читать по этому поводу. Он такой, в принципе, ожидаемый. Но то, что, например, Пашинян поздравил Путина сегодня утром, это было для меня неожиданностью. Тем более, что такие люди, как политолог Сергей Марков, уже успели порадоваться, что его любимый Ильхам Алиев поздравил Путина, а Пашинян нет. Это вот проходит еще сутки, и Пашинян все-таки поздравляет. Пашинян лидер очень маленькой страны, находящейся в очень тяжелом положении, на территории которой находится российская военная база. В интересах своей страны и своего народа Пашиняну приходится это делать, потому что встать в периодическую позу и плюнуть в поганую розу Путина, это, конечно, очень хорошая, красивая позиция. И нам бы всем понравилось, но боюсь, что для Армении это бы плохо кончилось. В Армении и так дела идут плохо. Поэтому давайте будем считать, что есть страны, которые находятся в таком тяжелом положении, что их лидеры вынуждены делать по Путину. И я бы здесь не стал винить Пашиняна. К сожалению, есть гораздо более крупные и сильные страны, например, Китай, которых зависит гораздо в мире больше, чем от Армении. И вот отношения Путина с Синдвентином и с другими лидерами гораздо более интересные. Еще любопытно, как себя поведут, допустим, лидеры таких стран, как Индия, может быть, Индонезия и так далее, что это довольно крупные страны, довольно густонаселенные и богатые. И если их лидеры, скорее всего, не поздравят, то это, конечно, будет большая радость для пропаганды. Они будут говорить, ну и что, что нас там всякие микроскопические европейские страны, значит, игнорируют. У нас такие большие, сильные и богатые друзья есть. Самое-самое последнее. И вкратце тебя спрошу. Я правильно понимаю, что Путин не президент, по мнению политолога Федора Крошненикова, и не обладает легитимностью? То есть ты его тоже президентом не считаешь? Я исхожу из другого. Честно сказать, вот эти выборы мало что меняют. Я исхожу из того, что в этом году исполнится 25 лет со дня его прихода к власти. И сама по себе идея, что один тоже человек 25 лет остается во власти, это очень сложно объяснить какой-либо демократической процедурой и сомнением закона. Потому что я прекрасно помню, что вообще-то предполагалось, что два срока и не больше. А вот эта вот свистопляска, что, ладно бы он ушел на два года вообще, он туда не уходил, он ушел на четыре года. Поэтому я считаю, что его легитимность закончилась еще окончательной виспоростом в 12-м году, когда он, вопреки здравому смыслу Конституции, ну и здравому пониманию Конституции, вернулся власть. Его нерегитимность, это уже ни сегодня, ни вчера, в 12 лет продолжается. Как и нет. Соглашусь с тобой. Спасибо большое. Федор Крашенников, политолог, был у нас на связи. Спасибо, Федор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok